Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня в эфире очередной выпуск программы «Гость в студии». И у нас сегодня в гостях люди, которые посвящают часть своей жизни очень благородному делу. Они связали свою жизнь с благотворительным фондом «Большие сердца». Здравствуйте! И персонально у нас сегодня в студии Наталья Геннадьевна Калачикова, руководитель фонда, Елена Александровна Бутумбаева, член попечительского совета фонда, и Виталий Георгиевич Арефьев, учредитель фонда. У нас есть традиция. Когда к нам люди приходят впервые, мы просим коротко, совсем коротко, немножечко рассказать о себе. Откуда вы, чем вы занимаетесь, как дошли до жизни такой? Пожалуйста, Наталья Геннадьевна. Ну, вообще я уроженка Горноалтайска, на данный момент проживаю в Майме, работаю в сфере торговли, и вот в свободное время занимаемся добрыми делами. Я живу в Казалозёке, я родилась и выросла там, до сих пор проживаю там, отучилась, и сейчас, на данный момент, работаю мамой. Это очень благородное дело. Виталий Георгиевич. Родился я в Кишинёве, Молдавской ССР, проживаю в Майме. Супруг Натальи Геннадьевны. Да, это был маленький секрет. Да, и, естественно, стараюсь помогать и поддерживать её. Ну, это, наверное, и объясняет то, что вы как раз учредитель фонда. Да. Давайте мы тогда немножечко поговорим о том, как фонд создавался, с чего всё начиналось, каковы были цели и задачи, вообще почему вы взялись за это, наверное, нелёгкое, в общем-то, дело. Ну, к этому мы как пришли. Сперва, значит, общая такая трагедия у меня личная была, и мне откликнулись, помогли люди, мало знакомые, даже совершенно мне незнакомые. Тогда была вообще очень-очень удивлена, как так, что могут чужие люди помочь в какой-то беде. И три года назад у нас тут у соседей сгорел дом, я тоже, у меня охота была им помочь чем-то, я не знала чем, просто на личной страничке в соцсетях попросила помощи, как бы у своих друзей, там у друзей друзья подключились, соседке мы помогли, помогли даже больше, чем требовалось, то есть всё ей после пожара восстановили. остались вещи, которые им не подошли там по размерам. Я говорю, Лена, куда теперь эти вещи-то, надо же как-то их раздать. Она говорит, ну ты так же напиши, что вот раздадим нуждающимся. Я говорю, ну так нельзя, то скажут, то дайте, то нате. Вы вот решили, говорю, надо вот такую страничку создать, на которой люди смогут что и получить помощь, и кто-то предложить свою помощь. И вот так вот создали страничку с Италием, название придумали, поругались даже, когда название не знали, какое, сейчас уже я вообще забыла даже, какое я предлагала, но вот это название он предлагал. И так осталось, люди стали подключаться. Как давно это было? Вот видно, вы сейчас это вспоминаете, вам сейчас даже трудно и тяжело об этом говорить. Ну, три года назад, уже три с половиной года, да. И вот полтора года спустя, вот сейчас официально зарегистрировали фонд. В шестнадцатом году, в апреле официально зарегистрировали, а до этого полтора года просто в соцсетях ввели страницу. Тут у меня помощница моя Лена, правая рука моя она, я без нее никуда и не знаю, вообще бы смогла все это делать, такую работу или нет. Давайте мы Елену Александровну попросим рассказать, как вы вообще тоже вот оказались рядом с таким делом? Ну, я как-то наткнулась нечаянно. Кто-то из друзей просто на платформе из одной, в соцсетях, увидела, значит, страницу, заинтересовало меня название, большое сердце. Думаю, что там в этих больших сердцах делается. То есть прошла, почитала ленту, все это там помогает людям. Я начала, то есть я как мало пользуюсь одноклассниками, то есть этой платформой, я в основном больше ВКонтакте. И начала искать, думаю, я там буду, оттуда буду помогать, то есть людям. Начала искать, нету. Думаю, может, я как-то не так сделаю, что-то это, еще раз ищу. Потом взяла, написала Наталье, что Наталья, кто у вас ведет, есть ли вообще у вас такая группа ВКонтакте. То есть потом, значит, она мне написала, что у нее, она искала, что было у них один раз название такое, была группа создана ВКонтакте. Но как-то потерялась девочка, то есть не смогла, видимо, что очень нужно много времени туда отдавать, очень нужно много выделять туда времени своего личного. И поэтому я говорю, давай я буду. Созвонились, все, с ней обговорили, как, что, почему. Я создала группу. В группе это сейчас на данный момент в ноябре было год уже, как я ее веду. То есть у нас все идентично, что у Натальи в Одноклассниках, что у меня ВКонтакте идет. Вот так мы с ней начали общаться, начали делать вместе добрые дела и так далее. Виталий Георгиевич, ну понятно, что вы как учредитель выступили, но все равно в текущей работе тоже, наверное, какое-то вы принимаете участие. Да, есть такое, что в большинстве случаев на меня опираются вот эти два прекрасных человека, которые находятся рядом сейчас. Мужскую часть работы фонда, естественно, исполняю я, потому что хочется порой даже бывает такое, что приходится даже костюм одевать, ролевой, к примеру, хомячка или еще что-нибудь. Светофоры. Ну а куда дливаться? У ГАИ часто мы выступаем, вот я светофорум, акции проводим. Многое другое. Дед Мороз. Дед Мороз каждый год. Благодаритель на елке у нас один Дед Мороз. Сотрудников ГИБДД тоже так же. Дед Мороз опять же. Выгляжу, правда, чуть поменьше их, но... Свет в том, что стараюсь поддерживать полностью всю работу. Активное участие принимает во всей работе. Стараюсь выполнять полностью. Я вам честно скажу, извините, да-да-да. И стараюсь как могу еще финансами поддерживать. Потому что... А без этого никуда. Вы знаете, я очень удивлен услышанному, потому что у меня... Ну я далек от работы вот такой, хотя, ну, конечно, представление какое-то там у себя в голове выстраиваешь, но я не думал, что у вас вот такие даже формы работы используются. Расскажите немножко вот о том, как вы работаете, что вы делаете? Ну, вообще, как по уставу фонда, мы же помогаем многодетным, малообеспеченным семьям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это и погорельцы могут быть, да, много разных. Помощь оказываем вещевую, физическую, даже помощь такую, такую, как выкопать картошку, вот бабушке мы укопали. Просто пошли, собрались, пришли, выкопали, физическую помощь оказываем. Крышу поставили. Крышу своими силами перекрыли бабушке-огорельце тоже, потому что собрали в соцсетях денег на стройматериалы. Стройматериал закупили, привезли ей, и все лежит, делать-то некому. Ну, собрались и пошли. А кто ей придет, если у нее нет родственников? Что сложная жизненная ситуация была, пожилая женщина. С детьми мы очень, как у нас еще дополнительное образование детей, мы проводим различные творческие мастер-классы, мы ходим с мастер-классами в больницу, с костюмированные представления, вот под окнами больницы проводили в январе, в прошлом году, у них когда карантин был, полтора месяца, ну, долго очень, что есть там дети, они же и не с родителями не смогли встречаться никак, и мы под окнами в детской больнице сделали представление, костюмированное, там все прилипли к окнам, ну, так вот подняли им настроение. Такой сложный тоже для них период, что лежат в больнице, новогодние каникулы идут. Как вот такие идеи приходят к вам в голову? Я понимаю, когда есть ситуация, ну, вот реально тяжелая, например, о чем вы говорили, пожар, да, это очевидно, это понятно, что требуется вот помощь сейчас, серьезная помощь, но как вы рожаете такие идеи, как с детской больницей? Ну, разные случаи подталкивают, так вот это костюмированное представление, опять же, там лежала в больнице Маша Комиссарова, может, помните, помогали вот эти, вот, вообще мы изначально как бы... Это из Турачака, который... Да, изначально мы познакомились с ней, что она там попросила книжки какие-то ей принести, мы собрали, принесли книжки, я с ней каждый день перезарухалась, ну, и слышу, что по голосу у нас каждым днем все, в общем, печальнее и печальнее, я говорю, надо поднимать, говорю, Маша, мы к вам приедем, вас не пустят, я говорю, мы приедем, вот, то есть, какое-то, что-то подталкивает, и уже на ходу мы придумываем, что можно сделать и как это сделать. Ну, я поражен, честно признаюсь, вы просто молодцы. Скажите, есть какие-то проблемы с чем вы сталкиваетесь, что мешает вам делать это великое, благородное дело? Ну, конечно, без проблем никуда. Ну, я поэтому и страшно. Главная наша проблема фонда, это то, что, конечно, у нас нету какого-то помещения, нету вот этого пункта приема и раздачи, даже вот вещевой помощи, продуктовой помощи, кроме как вот домашние адреса волонтеров, в Козелозюке, в Майме, в городе, то есть, это все на домашних адресах. Какие у нас еще проблемы? Он принимает вещи, ну, то есть, у себя дома, и оттуда же эти вещи мы раздаем нуждающимся. Еще бы я вот хотела сказать, проблема у нас нет ростовых вот этих кукол, то есть, костюмов, чтобы нам вот так вот можно было не бегать, искать, тем более сейчас вот новогодние тоже, всем они нужны. У каждого свое какое-то мероприятие, то есть, запланированное, и им самим нужны свои вот эти ростовые куклы, костюмы, эти Дед Мороза и все, всякие прочие другие, и вот нам не хватает, нам нужны такие костюмы, чтобы мы сами в них ходили, радовали детей, также по больницам, также куда-то на мастер-класс, чтобы у нас хотя бы один какой-то костюмированный, нормальный такой был. Да, чтобы были именно наши. Уважаемые телезрители, вот мы сейчас говорим о работе уникального вообще фонда, уникальной организации, которые, это люди, которые оказывают помощь другим людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, но им самим нужна помощь, оказывается. Поэтому, кто слышит нас, кто видит нас, и у кого есть какая-то возможность помочь вот этому благородному делу, пожалуйста, помогите. Может, идея какая-то? Виталий Олегирович, Вы хотели что-то дополнить? Ну, я хотел дополнить, что Наталья Геннадьевна маленько скромничает, что там проблемы не очень. Но у нас еще, помимо того, еще есть не столь она важная и большая, но чтобы люди более серьезнее относились к фонду. Потому что есть люди, которые периодически пытаются как-то, как вам сказать, что-то плохое сказать про фонд. Бывают редкие, редкие такие люди, но, естественно, очень много людей, которые с нами общаются, они сразу гасят это. И дай Бог, чтобы этих людей было больше, и больше, и больше, и больше, и больше. Ну, в остальном-то я полностью согласен с ними. Потому что добавить мне больше нечего. Вот только основное, чтобы меньше было вот такого, чтобы, потому что есть люди с чистым сердцем, которые пытаются помочь, а появляются те, которые просто ему объясняешь, он даже не слышит тебя. Он пытается просто чернь нести, и вот это неприятно. Что я могу сказать? Мне скоро 60 лет, я, наверное, имею достаточный жизненный опыт, и, к сожалению, я должен констатировать, что люди бывают разные. К сожалению, встречаются те, которых уже и переделать невозможно. Наверное, только философски нужно к этому относиться, и продолжать делать это дело свое, не обращая внимания вот на такие печальные обстоятельства. Уважаемый телезритель, я еще раз обращаюсь к вам. Кто может, помогите, пожалуйста, этому замечательному фонду с большим сердцем. Ну и расскажите нам о ваших планах. Планы? Планы. Планы строим большие всегда. Ну, получается. Да. Ближайшее мероприятие у нас прямо после вашей передачи. Мы идем в коррекционную школу. У нас там будет костюмированный урок финансовой грамотности для ребятишек будем проводить. 23 концерт. Да, это все самые ближайшие сегодня вечером. 23 декабря мы проводим праздник на площади в городе. что за праздник? Что за праздник? Новогодний детский праздник зимняя сказка. Значит, там будут наши друзья хасятники с хасочками, которые придут. Наши друзья агентства рыжий ап, они придут, Дед Мороз, Снегурочка, Снеговик, поиграют с ребятишками, там конкурсы, игры, конечно же, подарки. Да, горячим чаем всех желающих напоим, что вот, пользуюсь случаем, приглашаю всех на праздник. 23 декабря во сколько? С 12 часов. С 12 часов на центральной площади города? Да, ну там будет в сквере, ближе к фонтану мы там будем держаться. Уважаемые горожане, приходите, пожалуйста. Да, и, конечно, в этом году мы еще планируем провести три благотворительных елки. Это елка в Кызылозеке для кызылозевских детей из нуждающихся семей. Елка на 20 человек у нас в Алферова и в Саузге у нас планируем привезти елку, но будет зависеть от количества подарков, потому что конфеты, подарки нам приносят просто вот люди, которые отвлекаются в соцсетях, мы списываемся, созваниваемся, кто-то сам привозит, кому-то мы едим, кому-то просим через кого-то передать, что будут подарки, значит, будет больше проведено елок. Елки это будут в каком-то закрытом помещении или на открытом воздухе? Нет, нет, конечно, в закрытом помещении, да, что сейчас мы тоже ждем помощников, чтобы нам помогли в организации подарков, ну, для подарков у нас есть пункты приема в библиотеках городских, то есть, мы работаем со всеми библиотеками с городскими, что новогодние подарки мы с радостью примем, с благодарностью это. Вот давайте теперь про помощь. Как можно принять участие в ваших акциях, в вашей работе? Может быть, кто-то имеет желание постоянно участвовать в подобной деятельности? Может быть, кто-то разово как-то хотел бы помочь и поучаствовать? Расскажите о всех возможностях помощи в вашей работе. Да, много возможностей. Даже те же идеи, тот же какой-то совет нам всегда рады услышать. Ну, конечно... Вот вы рассказали о сотрудничестве с библиотеками. В библиотеках сотрудничество идет в каком плане? Что там могут желающие помочь? Какие возможности именно в библиотеках? В библиотеках они нам предоставляют помещения для проведения мастер-классов творческих для детей Горно-Алтайского библиотеки можно передать даже расходный материал для мастер-классов. Там где-то бусины, какая-то гофрированная бумага, ленточки, пуговки, миллион. Из чего нам творить что-то с ребятишками? То есть, допустим, есть человек, у которого там, не знаю, три сундука пуговочек. Да. Он решил, что мне полтора можно сундука отдать. Он может прийти в любую городскую библиотеку? Нет. Вот городская библиотека номер один. Это в районе Кучаяка, которая улица Кучаяк, 45, район Гординки. Это городская библиотека номер 2 на Ленина, 195. И городская центральная библиотека, которая жила в массиве, у нас это коммунистический 178. Вот такую помощь мы там ждем. и что и для победителей. Это если с сундуками пуговочек и всего, что с этим связано. И с подарочками, с подарками для проведения благотворительной А если касается вопрос творческих идей, либо человек готов поучаствовать лично в акциях этих в качестве, я не знаю, там, мишки-медведя, еще кого-то, это куда обращаться? Найти в соцсетях, там у нас наши контакты в каждом статусе, в каждой заметке. Вы называли Одноклассники и ВКонтакте, да? В других платформах нет. То есть, получается, в Одноклассниках, ВКонтакте ваши группы как называются? Как вас там искать? Большие сердца в интернете на помощи. Так, то есть, это помощь, скажем так, просто контакт, просто контакт, там все ваши данные есть. Где вы размещаете информацию о ваших предстоящих акциях? Там же, наверное? Там же. Да, конечно. То есть, все можно там увидеть, обнаружить. Тогда мы сейчас не будем в эфире называть телефоны. Те, кто изъявит желание, кто горит такими благородными порывами, совершенно спокойно, сейчас это можно действительно сделать в соцсетях ВКонтакте и ВОДНОКЛАССНИКАХ найти нужные группы и поучаствовать в этом во всем. Мы будем очень благодарны. Ну что, пора завершать и в завершении у меня просьба хотя бы несколько слов сказать может быть нашим горожанам, жителям. Что большие сердца желают людям? Ну, чтобы люди делали добро, когда это возможно, а это возможно всегда. Чтобы люди протягивали нам руку помощи, чтобы не отворачивались от беды. Всегда найдется человек, который сможет помочь который протянет руку помощи, который поддержит тебя в любой ситуации и так же и мы поддержим, так же и нас надо тоже поддерживать, мы тоже нуждаемся в такой же поддержке, что в такой деятельности. Поэтому творите добро. Это Олег Георгиевич. А я проще скажу, скажи, как оно есть. Берегите семью. Если будет семья, будет добро. Больше сказать ничего. Уважаемые телезрители, мне осталось лишь напомнить, что сегодня у нас в гостях благотворительный фонд «Большие сердца» в лице Виталия Георгиевича Арефьева, учредителя фонда, Наталья Геннадьевна Калачикова, руководителя фонда и Елены Александровны Батумбаева, члена Попечительского совета фонда. Спасибо вам огромное за то, что вы пришли и еще больше благодарны за то, что вы делаете. Искренне желаю, чтобы ваша деятельность развивалась, чтобы у вас появились новые помощники, соратники, но еще и чтобы поменьше было тех людей, которым помощь нужна. Все больше и больше почему-то в последнее время появляется. Еще раз благодарю вас, спасибо всем, кто нас смотрел. Это была программа «Гость в студии». Увидимся. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok